Книга «Открытым оком». Тема «Коммунизм». Том 10. Вопрос 2327. Если вам приходилось в годы советской власти беседовать и с начальствующими, то теперь гонители ваши осознали ли свое поражение и заблуждение? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Эти люди никогда и ни в чем не приносят покаяние. Они приговорены к вечному мучению. Даже сегодня, после стольких публикаций об их злодеяниях, об уничтожении более 66 миллионов своих сограждан, о превращении страны в преступную зону уголовников, они продолжают отравлять умы россиян своими выдумками и бреднями. Эти мастодонты человеконенавистнического, людоедского режима догнивают беспокаянные и обозленные, что, принадлеже в эпоху Великого Хапка, оказались опоздавшими в разбытых корид коммунизма. Вот еще один опус, ускользнувшись от Нюрнбергского прогресса. Вышла книжица Николая Ивановича Морозова «Полюшка поля». Барнаул, 2003 год, 17х11 см, 352 страницы, 500 экземпляров, 26 фото тех лет. Секретарь Мамонтовского РК КПСС по диалоге. Такие были самые главные отравители сознания русского народа. Главнейшие преступники против человечества. Лютые гонители христиан. Наринская Голгофа, МВ Фаст, НП Фаст, 2004 год, Томск, Москва, Водолей. Пабли Шерс, 560 страниц. И вот что измыслил на странице 242-250 Морозов, Матросов, живущий ныне в городе Барнауле. Проспект строителей 41-11, телефон 62-76-36. Цитата. Матросов и Валерий Иванович решили побывать в Потеряевском отделении совхоза Корченский. Порадовали тщательно убранные поля, заботливо ухоженные стога, соломы, вывезенные за кромку поля. У конторы отделения к Матросову подошла учительница начальной школы Светлана Михайловна. Она спросила, как поступить ей в связи с вмешательством в учебный процесс религиозного миссионера Лапкина, уроженца Потеряевки. Встреча с Лапкиным состоялась в конторе отделения. Это был сухощавый мужчина лет 30-ти с бледным изможденным лицом, поросшим редкой обвисшие бородки. Он пришел с братом, рослым широкоплечим парнем. Матросов поинтересовался у Лапкина, где живет, чем сейчас занят. С короговоркой, но вполне четко, Лапкин ответил. «Живу Божьей милостью в Искитиме, приехал с женой к моим родителям, ищу людей, почитающих Бога». «А в школе вы тоже ищите таких почитателей?» «В школе тоже». Матросов спокойно высказал собеседнику свое отношение к его поступку. Он подчеркнул, что в школе существует государственная программа обучения материалистического и нравственного воспитания учащихся. Навязывание религиозных взглядов, насильственное принуждение детей в семье или в школе к вере в Бога противозаконно. Даже совершеннолетние люди приходят к Богу самостоятельно, своими путями. По свидетельству учительницы, Лапкин и его жена вторгались в класс без всякого разрешения во время урока, отстраняли учительницу от стола и, предварительно передав по рядам маленькие иконки, дуэтом начинали свои проповеди. Педагогу приходилось объявлять неочередной перерыв и предлагать детям немедленно покинуть класс. Лапкин старался беседу с матросовым перевести в дискуссию о Боге. Бог дал детям, как и взрослым, жизнь, и они должны знать об этом, как бы оправдывая свои действия, сказал Лапкин. Последовала серия цитат из Библии и других религиозных источников. Матросов попросил не увлекаться начетничеством и вести разговор по существу обсуждаемого происшествия. Да вам обидно, что вы из своего Маркса ничего на память так и не усвоили, съязвил Лапкин. Матросов сдержанно засмеялся и продемонстрировал припомнившиеся высказывания... Простите, Матросов сдержанно засмеялся и продекламировал припомнившиеся высказывания Карла Маркса, которое начиналось со слов «В науке нет широкой столбовой дороги». Со стороны проповедника снова послышались цитаты с упоминанием Христа, непорочной Девы Марии, Отца и Сына и Святого Духа. Давайте оставим имя Христа в покое, тем более, что его реальное существование на земле недоказуемо. Матросов задумался, видимо, стараясь как можно яснее выстроить свои мысли. Двоеточие, кавычки открываются. Если есть запредельная вечная жизнь, то почему на землю не поступило ни одной весточки от ее обитателей? Чтобы укрепить у землян веру в Царство Небесное. Присутствующий здесь Валерий Иванович уловил на лице Лапкина растерянность и замешательство. «Сама вера в вечную жизнь окрыляет людей уже из-за этого, отрицать ее нельзя», – проговорил Лапкин. «Не может быть, чтобы жизнь человека на земле была такой короткой и бесследно исчезала. У каждого человека есть прошлое, настоящее и будущая жизнь». «Вот вы и противоречите себе», – вмешался Валерий Иванович. «Выходит, все эти жизни должны проходить на земле, а не в запредельном пространстве». «Будущая жизнь верующего человека может продолжаться только в Небесном Царстве», – отпарировал Лапкин. Он начал извлекать из своей памяти заученные религиозные постулаты в подтверждение сказанного. Кавычки. «Это богохульство», – произнес Лапкин. Матросов не придал никакого значения реплике. «Валерий Иванович, я как-то интересовался церковной росписью и религиозными сюжетами в печатных альбомах. Сколько фанатизма вложено в эти иллюстрации, чтобы людям затуманить мозги», – Матросов продолжал. «Конечно, государство не может допускать в храм науки проповедников с таким интеллектуальным хламом. В то же время советское государство гарантирует своим гражданам свободу совести и вероисповедания, если человек не приобрел научного взгляда на реальный мир». Тут Лапкин прервал размышления Матросова. «Вот-вот, это уже и было предчувствие Бога». «Никакого представления о Боге не существовало, он еще не был выдуман. Господи, да не слышать бы ушам моим речей кощунственных. Выходит, что Бог создал человека, а человек создал Бога. Простите, выходит, что не Бог создал человека, а человек создал Бога». При этих словах Лапкин нервно заерзал на скамейке. Глаза его вспыхнули, подбородок судорожно задрожал. «Да вы богохульник, пусть на вашу голову не спалет кара Божья». Матросов спокойно перенес и это кликушество. В конце беседы с Лапкиным Матросов спросил его брата, просидевшего все время молча. «Вы кем работаете?» «Скотником на МТФ, тоже верующий». «Да что вы, это он у нас такой усердный». «Уже на пенсии, уже при дверях вечности, год рождения 1930-й, он продолжает отравлять себя и других своей болевотиной с каждой страницы, говоря презрительно о Боге». Прок Исаия 28.8 «Ибо все столы наполнены отвратительную болевотину, а нет чистого места». Псалом 70.13 «Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла». Исаия 26.11 «Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее, увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой. Огонь пожрет врагов Твоих». Исаия 45.24 «Только у Господа будут говорить о мне, правда и сила. К нему придут и устыдятся все враждовавшие против него». Иеремия 6.15 «Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь». Прокеремия 17.18 «Пусть постыдятся гонители мои, а я не буду постыжен. Пусть они вострепещут, а я буду бестрепетен. Наведи на них день бедствия и сокруши их сугубым сокрушением». Псалом 118.69.70 Кто может поверить, чтобы в 1969 году можно было безнаказанно врываться в школу с кем-то на пару и, отстранив учительницу, раздавать иконки ученикам и вести урок закона Божия? «Даже самый индифферентный скажет, что тут же тебя скрутили бы и упекли. Мне приходилось вести уроки во многих институтах, техникумах, училищах, школах, воинских частях и в милиции. И везде и всегда порядок один. Тебя приглашают, представляют аудитории и тут же сидит начальник и слушает. «Иначе и невозможно что-то сделать. И так делают все и всегда. Даже самый отъявленный дуралом не додумается поступить так глупо, как пытается этот отравитель русского народа слепить образ христианина-придурка. После окончания нашей потеряевской начальной школы в 1949 году я уже никогда более не заходил в школу свою. Даже на порог ее не ступал. Никакого широкоплечего брата, работавшего на МТФ, у меня никогда не было. Жена моя в школу нашу не заходила никогда. Она более всего возмущена этой гнусной ложью не умершего еще коммунистического аппаратчика. А доказательства-то о несуществовании Бога, какие приводит Морозов, мороз по коже и под кожей. Если бы гражданин Морозов встречался со мной, то мог ли бы он так хорошо описать меня с бледным изможденным лицом, поросшим редкой обвисшей бородкой? Посмотрите на фотографии в книгах «Открытым оком» с 1 по 8 том и «Для слова Божия не туз», где я во все возраста и после армии, в год обращения ко Христу в 1962 году и до 2004 года, 88 фотографий, где я уже с бородой и 8 фотографий, где я еще без бороды. Ни на одном снимке нет ни редкой, ни обвисшей бороды. Тогда чего же пишет этот обличитель такой портрет? Чтобы могли сравнить с ним, с красивым, упитанным, бритым, на всех снимках пристроившимся, то к дояркам, то к трактористам. А какое же отношение вы к ним имеете, Николай Иванович? Вы же ничего не сделали, чтобы русский человек был человеком, а не коммунистическим быдлом в коммунистическом гулаге, в котором вы бывали винтиком, в котором вы были винтиком в тюремном замке. И никакого повода я вам не давал выдумывать мой образ в ваших смертельной скукоты книжках. Вам не о чем писать ни прозой, ни куплектами. Все такое плоско-плотское и сиюминутное. Евангелие от Марка 1.15 Покайтесь и веруйте в Евангелие. Амос 5.15 Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует. Порок Даниил 13.52 Состарившиеся в злых днях ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде. Доподлинно известно повсеместно, что все мы смертны, очень краткодневны. Не вечен глиняный сосуд, он с плачем треснет. Все от раба с ослом и до царевны. Единственная смерть и очевидна, кто на бессмертие посмеет посягнуть. И до чего же горько и обидно, что нужно в землю лечь невольно и заснуть. Казалось бы, но только время жить наладилось, достал, разбогател. Нет, смерти ножницы, как ленту режут нить, связующие с тем, чем жить хотел. Наложится, увы, на ах и ох, в тумане горизонта то, что мило, по телу дрожь, с мучением горький вздох, прощая же тело, срок свой отслужила. Смерть, старый и известный проповедник, без стука входит в бедные трущобы, в экзотику палат в свой час и не замедлит, пространство всей вселенной сжав до гроба. Уж что-то мы и в детстве не приемлем, готовы доказательства, где быль, а где легенда. Но то, что уходить когда-то в землю, неоспоримый факт. У всех на это рента. Притом такой залог неоспоримый, с таким разнообразием искусным, притащится с болезнями, а то и грива от женщины в постели самой вкусной. И столько способов измыслил уходящий, умышленно себя лишая жизни, расстаться с белым светом, грохнув в ящик, доставив хлопоты и слезы самым близким. Но более того неоспоримо, что смерть побеждена Иисусом на Голгофе, что кровь его есть выкуп, если примем. Без веры в Иугову мы просто вши и блохи. 18 сентября 2004 года Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин